Привет, Селена, это Сергей Ульянов. Сегодня 6 января, 12.20 п.м. по калифорнийскому времени, пятница, 2023 год. И сегодняшнее утро началось у меня с того, что я просыпаюсь в 6 утра и увидел уведомление, комментарий под своим предыдущим обзором на шоу Bad Russians, что Милана Петрова пропиарила меня в своем телеграм-канале, в общем, и я погрузился в комментарии, в общем, мне стало безумно неловко, стало безумно интересно, что же там написали, как прокомментировали. И, в общем, очень приятно от внимания Милана и других участников шоу, которые посмотрели мой выпуск и не только поддержали своими сердечками, но еще и даже личные сообщения написали, не буду говорить от кого и что написали. Но, в общем, я понял, что надо снимать продолжение, а так как я начал снимать свои выпуски с третьей серии, то сейчас мы плавно перейдем к первому эпизоду. У нас такие будут «Звездные войны». Сначала третий эпизод, потом первый, потом четвертый. Давайте, если кто-то меня еще не знает, во-первых, познакомимся. Привет, друзья. Меня зовут Сергей Ульянов, мне 35 лет. Я родился и вырос в Минске, в Беларуси. В прошлом году переехал жить и работать в Украину. И после того, как началась война, я покинул страну и запросил убежище в Америке по притеснению по ориентации и за участие в протестах в Беларуси, которые проходили в 2020 году против фальсификации выборов и за защиту прав человека. Я записываю это видео, как вы видите, в формате live time, поэтому монтажа здесь не будет. Если вам что-то не нравится, вы, пожалуйста, ставьте скорость, если я разговариваю медленно для вас, ставьте скорость, которая вас устраивает. Либо, если вам что-то не нравится, вместо того, чтобы написать какую-нибудь гадость, просто закройте этот видос, потому что правило на моем канале – это любовь, созидание. Вы здесь находитесь по своему собственному желанию, вас никто не заставляет это смотреть, поэтому если вам что-то хочется сказать, скажите что-то хорошее. Если нет, то нам с вами просто не по пути. Каждому желаю удачи, а мы сегодня посмотрим первый эпизод. Мне есть очень много чего сказать. Я специально не пересматривал, его не пересматривал. Единственное, что хочу заметить, что после того, как я понял, что и Милана, и Олег, и Максим, и Алексей… Кто-то же еще посмотрел мой обзор и оставил свои комментарии. После этого я сегодня утром, пока завтракал, решил пересмотреть еще с самого начала до конца свое видео, потому что я подумал, блин, я всегда пытаюсь разговаривать, освещать все-таки ситуацию так, как я ее вижу, так, чтобы никогда никого не зацепить. Но когда ты понимаешь, что люди посмотрели, я решил еще раз пересмотреть свой обзор и… Так, сцеплялся за каждое слово посмотреть. Так, все ли я сказал, никого ли я не обидел, все ли было достоверно, понятно, конкретно, интересно. В общем, в этом видосе я буду понимать, что меня смотрят сами участники шоу, но при этом я постараюсь никому не лизать задницу и постараюсь все рассказать так, как я думаю на самом деле. Точнее, не то, что постараюсь, а так и буду делать. И хочу сразу сказать спасибо, вот обещал, что не буду никому лизать задницу, но я хочу сказать спасибо за то, что в первую очередь себе, конечно, за то, что я решился выйти из зоны комфорта и начать снимать такие откровенные видео на тему своей жизни, на тему своих отношений, на тему своего предыдущего опыта. Потому что, например, я прожил два с половиной года в Москве, и у меня были там отношения, и мой парень даже не знал ничего о моем прошлом, мне не хотелось это обсуждать, мне хотелось забыть об этом и просто говорить о том, что происходит сейчас, смотреть в будущее, не обсуждать предыдущий опыт. Но цель моего канала, она еще и в каком-то смысле образовательная, поэтому мы здесь, концепция моего канала в том, чтобы, если мы разбираем какую-то скандальную ситуацию или какие-то токсичные происшествия, то мы постараемся как-то разобрать их с конструктивной точки зрения, постараемся посмотреть на ситуацию так, чтобы выйти из нее в мире и согласии. По крайней мере, попробуем. Давайте начнем, в общем, собственно, много говорю, но давайте попробуем. Итак, я буду на скорости 2х смотреть видео для того, чтобы защитить свои авторские права на канале, и чтобы потихонечку так вспоминать, про что была первая серия, я немножко буду ее просматривать, потому что я здесь, я думаю, я найду больше, чего сказать по конкретным эпизодам, чем в прошлый раз. Давайте сразу я вот скажу по поводу заставки, потому что, ну, давайте согласимся, что это очень круто, ну, в общем, проект снят реально очень круто. Если вот не знать о том, что это снимают люди, которые до этого не делали контента телевизионного, это выглядит очень-очень-очень профессионально. И хочется сказать, ну, просто этим ребятам, там, 22, 24, 26 лет, мне, как 35-летнему мужику, мне хочется высказать, блядь, свой респект, потому что, ну, люди стараются и делают так, чтобы это смотрели по всему миру. Так, 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 засчитано, да? Так, и так, погнали! Мне, кстати, очень нравится этот саундтрек со звуком пружинки, да, как будто бы намекающий там, да, на контекст шоу, на сексуальную его составляющую. Давайте мы его даже послушаем немножко, этот саундтрек на обычной скорости, если кто-то не понял, про какую пружинку я говорю. Слышите, да? Звук пружинки, мне это очень нравится. Кстати, я совсем не сказал про то, что у меня солнце, и вы будете, наверное, гнать на меня, но здесь, правда, холодно. Сколько там у нас градусов? Давайте посмотрим, в Лос-Анджелесе сейчас W Weather. Так, My Location. Ну что, сколько? В Голливуде 77 здесь должно быть похолоднее. Вот это, кстати, забавная особенность жизни в LA, то, что в разных районах LA разная температура, которая может очень сильно отличаться, просто потому что, если вы не знали, я не знаю, почему оно не показывает мою температуру, потому что части города расположены вблизи океана и дальше от океана, и плюс в Голливуде это ещё холмы, то есть они ближе к солнцу, поэтому такая-такая вот большая разбивка. Но даже если посмотреть 77 градусов, это Фаренгейт, это не то, что вы подумали. Я всё время забываю Фаренгейты в Цельсии. Давайте узнаем, сколько это. 25 градусов. Ну это нет, здесь 25 градусов. Вот, моя локация, видите, 60, а в одном и том же городе в Голливуде 77. Я ближе просто к океану живу, у меня 15 минут на велосипеде. Вот, видите, 60 Фаренгейтов – это 15 градусов тепла. И тоже очень необычная система, да, вот видите, разница всего лишь 17 градусов, а 60 Фаренгейт – это 15 градусов, а 70 – это уже 21. Очень интересно он считает, конечно. Ну, в общем, суть в том, что действительно здесь… Так, что я завис. Ага. Действительно здесь холодно. I'm sorry. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. И здесь еще был сезон дождей, заливало прям подвалы. Ладно, все, не обо мне. Смотрим шоу. Так, я скорость поставил. Другую. Так. Давайте про Никиту сразу поговорим. Так, моторимся. Всем привет, друзья! С вами я, Никита Лол, и мы снимаем… Какое без названия, но мы пришли сегодня в гости. Я хочу про Никиту сказать, потому что я смотрел… Я не знаком ни с кем из этих персонажей, которые тут на шоу присутствуют, и всех я увидел впервые. Никиту я видел до этого в качестве ведущего телеканала… Телеканала? Канала Пушка. И он… На интервью его же с Миланой, да? И мне показалось, что в образе ведущего реалити он выглядит, ну, прям в 10 раз выкрашнее. Это как будто вообще его, вот такой контекст, такие обстоятельства. Он реально для меня раскрылся как ведущий в этом шоу. Он один из самых таких веселых персонажей в первой серии, за ним интересно наблюдать. И, возможно, ему действительно нужно выпивать для храбрости, хотя я никого не призываю к выпивке. Точно-точно. К одному, очень интересному человеку. Возможно, вы знаете его, возможно, нет. Поэтому узнаем, кто же это. Я хочу сказать по поводу Миланы. Потому что я уже рассказывал в прошлом выпуске о том, что как страшно жить в постсоветских странах, где в 94-м году только отменили наказание тюремное за гомосексуализм, а сейчас уже в 2022 году в России вернули. Всего лишь несколько десятков лет получилось пожить. 94-й, 2004-й, 2020-й, даже 30-летние не пожили геи спокойно в этой стране. И я говорил о том, что в 15 лет мне сделали первое в моей жизни, сука, милирование. Так я гордился, так это было красиво. В общем, шел по центру города. И на меня напал парень, толкнул меня об угол стены. И у меня пошла кровь. В общем, у меня было сотрясение мозга. Мне сделали три шва на голове. Потом я узнал, когда проходил медкомиссию, что мне занесли инфекцию. Из-за этого меня не взяли в армию. В общем, человек этот, я даже не знаю. Я на него написал заявление. Я даже не знаю, что произошло с ним. Был ли он осужден? Сидел ли он... Это вот система правосудия в Беларуси, в России. Когда я давал на него показания, он там, мне спрашивали, как он тебя обзывал? Я говорю, он меня называл там пидорасом. И они такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, охуенно смешно. Да? Вот представь, что сейчас перед тобой сидит твой сын. Ты бы точно так же бы смеялся, наверное. В общем, когда речь касается кого-то другого, мы очень любим часто людей осуждать. Вот то же самое касается и... Не знал ни одной трансгендерной женщины. Миланы. Я честно скажу, так как я вырос в гомофобной стране, я всегда старался минимально ограничить свое общение с дракуин, с трансгендерными персонами, просто потому, что я не понимал и я очень сильно боялся соприкасаться, потому что ты все время как будто бы дополнительный риск для здоровья. И только вот, наверное, пару лет назад, когда я уже начал терапию проходить, я подумал, как же, сука, им тяжело, они ничего не могут с собой сделать. Они хотят быть женщинами, они хотят носить мейк, они хотят чувствовать себя свободными. И мало того, что их общество не принимает, так еще и геи их не принимают. То есть их же комьюнити в странах СНГ их не принимает. И мне, честно говоря, очень стыдно за то. Я даже когда-то, я снимал об этом видео, говорил, что я считал, что из-за таких вот людей, как... Даже я не беру сейчас трансгендерных персон, я даже беру манерных геев из-за того, что вот манерные геи так себя ведут, из-за этого геев и ненавидят. Я думаю, что это нахуй за бред? Я такой думал вообще, что у меня в голове творилось? И я хочу сказать, что я не знаю, я смотрел интервью с Никитой Лолом, там Диана говорит, что она там могла как-то в России передвигаться, перемещаться по каким-то дорогим клубам. Я в России прожил два с... Я почти три года прожил, ну... Ну, в общем, два с половиной-три года, окей. В Москве и я работал вместе с продюсером группы Тату, с Леной Кипер, которая написала «Я сошла с ума, и нас не догонят», и «Ориентацию Север» для Лолиты, и «Найтмар» для Холзи. И я... Ну, мы очень часто присутствовали на разных гламурных вечеринках, тусовках, каких-то барах, ресторанах, на каких-то открытиях. Ну, я никогда не видел там таких персон, как Милана, и Милана говорит о том, что она вот где-то там тусовалась по дорогим клубам, и, в общем, там ее принимали. Я... Ну, как бы, я хочу сказать, что я не видел подобных людей в каких-то таких гламурных, светских тусовках, и мне... Ну, у меня, правда, сердце кровью облю... Я не знаю, я не знаю, как Милана жила в Москве. Я просто... Я себе этого не представляю. Такое количество давления, хейта, и... И учитывая то, что она говорила о том, что она всегда ходит с мейком, мне, правда, очень-очень больно. Очень больно за то, что общество не понимает, через что приходится проходить этим людям, потому что они ничего. И почему они, я говорю, мы, я не могу ничего с собой сделать для того, чтобы взять... Тут даже речь не... Даже не то, что там про мейк, там, ты любимого человека за руку взять не можешь. И в публичном месте. Никогда, никогда не можешь. Никогда. И я хочу просто выразить свое почтение. Я не знаю, почему Милана, имея там свои возможности, не уехала давно. И, наверное, за это стоит, конечно, вот вообще в каждой... Наверное, неправильное слово благодарить, но в каждой плохой ситуации есть что-то хорошее. Да, вот этот пиздец, который сейчас происходит в России, в Беларуси, в Украине, вот эта вот вся ситуация, она подтолкнула многих людей изменить свою жизнь. И хотя многие столкнулись с огромным стрессом, ну, мне кажется, что мало сейчас кто жалеет о том, что покинул свою страну. Может быть, такие люди есть, я с ними не знаком. И я думаю, что Милана счастлива. И я счастлив тоже. И давайте сразу, да. А в России, в Вернете, которая бы имела свои бизнесы, зарабатывала? Я хочу сказать, что я настолько в шоке от того, как Милане идет именно феминный образ, потому что когда она была еще Андреем, у меня в голове немножко не клеилось. Это мои личные паттерны, никто не обязан им соответствовать. У меня не клеилось, как... Ну, то есть я не мог понять. Это было, ну, там, too much для меня, да. И я прям, когда я помню, когда я первый раз увидел за круглым столом Собчак, Милану, еще тогда, как Андрея, я подумал, несмотря на то, что она такая, да, вызывающая и такая спокойная, я подумал, как это все в одном человеке умещается? И, господи, как же мне страшно за нее, как же она перемещается по этому городу, как она живет вообще здесь, как? Короче говоря, это мое почтение. И дальше Милана говорит о том, что... Придумай название в конце. Я не знаю ни одной транс-женщины, а в России, которая бы имела свои бизнесы, зарабатывала бы куча бабла, тратила бы это открыто и об этом рассказывала. Это все в моей жизни, о моих... Вот я хочу здесь добавить, что это действительно так. И я напомню, что Милане всего 26 лет, и в 26 лет уже иметь вот это все... Ну, как бы, ну, I'm sorry. Я действительно, я слежу за несколькими трансгендерными персонами, я не буду называть их имя для того, чтобы, ну, как бы не оскорблять их, но действительно, за многих я болею, многим я желаю такого же успеха и круче, но будем откровенны, Милана действительно на сегодняшний день не единственный человек, который добился такого успеха. Если я кого-то не знаю, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, я с удовольствием познакомлюсь, приму это. По поводу шума, здесь постоянно летают вертолеты, ловят преступников полиция США, поэтому, sorry, если будет что-то мешать, я решил пожертвовать в данном случае звуком для того, чтобы выйти на природу. Я снимаю это все на заднем дворе дома, в котором я живу, поэтому, надеюсь, вы оцените этот вайп теплого солнышка калифорнийского. В днях я покажу вам свое окружение, своих самых близких друзей, свою жизнь, свой будет. Слово молодого человека, с которым мы живем сейчас вместе. Вы увидите, как мы с моими друзьями живем, как вы наслаждаемся жизнью, тратим бабки и шлем нахуй всех хейтеров. Меня зовут Никита и мы... Меня зовут Никит. Мы сейчас смотрели тебя, тебе. Это твой великолепный дом. Вилла, в которой я живу со своим парнем. У меня появился парень с недавнего дня. Я вас познакомлю еще. Сколько стоит эта вилла? Эта вилла конь стоит 10 тысяч долларов в месяц. Так вот живу в Франции, с границы. Одинка. Ну, по поводу вот виллы, которая стоит 10 тысяч долларов в месяц. Милан, приезжай в США. Потому что здесь вот я живу в доме. Это не самый лучший дом, я сразу хочу сказать. Давайте я немножечко разверну камеру, попробую вам показать свой дом. Это задний двор, как он выглядит. Это такая вот fireplace. Это всякие вот там... Сейчас вот под дождем промокли, матрасики сохнут, этот диван. Это вход в дом. Вот это зеркало там. Я думаю, кто-то в Инстаграме у меня видел там обнаженную фотку в этом зеркале. И вот этот большой двухэтажный длиннющий дом. Если вам понравится... Если вы захотите, я сделаю обзор на свой дом. Это вот только один уголочек. Вот там вот выход на передний двор. В общем, вот у нас растут апельсины. Я не знаю, вам видно? Да, вот вроде видно. Короче, сейчас я верну на себя. За этот дом, если я не ошибаюсь, я, конечно, не хочу тут раскрывать чужие тайны, но он, по-моему, в месяц обходится около 5000 долларов. В общем, рядом с океаном... Я понимаю, что у вас там все тоже круто, и тоже погода круглосуточно классная, и вообще вопросов нет, и цены там, конечно же, сильно ниже, чем в Л.А. Это 100%. Но если что, ребят, приезжайте, потому что у меня есть для вас идея. Давайте снимем реалити-шоу про людей, которые приехали, убежали от войны из России, из Украины, из Беларуси. И здесь... Это могут быть люди разного гендера, разного возраста, разных профессий, которые здесь начинают свою жизнь с нуля, и без денег, вот как я, я сюда приехал, у меня вообще не было денег. У меня было 500 долларов на карте, которые были в долг, и меня, как только я пересек границу, первое сообщение, которое я получил, это о том, что мне... Пожалуйста, Сережа, можешь ли ты вернуть эти деньги? Поэтому... И многие боятся... Вот я думаю, что для многих, в том числе ЛГБТ-людей, было бы очень важно узнать о том, что есть возможность... У меня про это тоже есть видео на канале, о том, что вы можете найти социальные программы и переехать в другую страну из гомофобной России, где вам будут предоставлять жилье, еду, найдут для вас работу на первое время, и где вам дадут фундамент тот, который вам не дают в стране, в которой вы родились, и в которой многие из нас платили налоги. Я вот рассказывал про то, что я, в частности, получаю здесь от государства ежемесячно 700 долларов кэш и 200 долларов еще на еду. То есть ежемесячно государство США выделяет мне как еще даже не беженцу, а как человеку, который подает заявку на получение убежища в этой стране и бесплатная медицина. И, в общем, обо всем об этом есть у меня на канале. Ребят, вы все можете это узнать. Все эти возможности уехать из вот этих гомофобных стран есть. И я предлагаю снять реальти-шоу, потому что я сюда приехал, в Голливуд, для того, чтобы стать актерская, режиссерская и экономическая. То есть первое образование, высшее режиссер-актер, и второе – экономист. И я приехал сюда, в Голливуд, для того, чтобы наконец-то воплощать свою мечту. Я много лет работал маркетологом. И, наконец-то, хочу, так как я начал свою жизнь с нуля, хочу свою мечту исполнить. В общем, давайте поехали дальше про шоу. В общем, идею я вам закинул, ребят, если вам дадут американские визы, я думаю, здесь вы найдете огромное количество героев, те же Little Big сюда переехали, вообще огромное количество русских селебрити переехало в ЛА, и начиная здесь жить с дуля, я думаю, можно снять просто невероятно крутое шоу об этом, и вот такая вам идейка. Держи сейчас, слушай, слухи разные ходят, люди думают, что я в эскорте работаю, с удовольствием большим, а вы не завидуете, так что так, проведем рундук. Ну, по поводу эскорта, сделала только маленькую заявочку, то Милан работала в эскорте, то теперь Олег работает в эскорте, и, в общем, Милан сначала эскортом зарабатывает, но то, чтобы потом содержать эскортника Олега, это, правда, очень смешно, очень смешно. Да, я с удовольствием выпил и провел рундук, обожаю заработать. На всякий случай, я так, мне кажется, в интернете нужно говорить прямо, я считаю, что Милан все зарабатывает своим трудом, и Олег все получает по любви. Ну, вот да, у меня, правда, в моем доме нет бассейна, вот у соседей есть, кстати говоря, но, ну, как бы, ну, не 10 тысяч все-таки опять. Душ, смотрю, есть, прикольно. А, пять комнат, кстати, пять комнат, если что. Я все равно хотел бы задать вопрос, это разрядо, как будто ты меня не хуйсосила, да, там, и не делал съемку заново. А, вот можешь объяснить, ребята, да, вот у нас сейчас смотрят, почему к тебе нужно обращаться в женском роде? Как я идентифицирую себя сейчас, как транс-женщину, гетеросексуальную транс-женщину? Это произошло совсем недавно, я недавно это осознал для себя, поэтому сейчас люди, которые меня называют моим старым именем, в мужском роде, мне прям становится от этого больно, дискомфортно, я баню таких подписчиков, которые в комментариях называют меня Андрюхой и прочее. Ребят, давайте без конча, я Яна. Называйте меня Яна. Милая, сладкосексуальная Яна. И тогда я открыл для себя тиндер. Уф, очень меня это трогает, этот момент, потому что, конечно же, для хейтеров это повод, когда человек меняет имя, тем более меняет пол, а тем более еще, когда все соцсети, я тоже посмотрел об этом интервью на Пушке, о том, что все соцсети, к сожалению, пока не получается переименовать, получается, каждый день прошлое тебе напоминает о том, кем ты был, была раньше, и меня это как человека, конечно, который тоже через хейт проходил, это очень заставляет, поэтому я пытаюсь всегда чужие границы, чужие правила всегда соблюдать, потому что это же ведь так совсем несложно, это же проявление уважения, если ты на самом деле испытываешь симпатию к человеку, что тебе сложного переименовать его в телефонной книжке. Я поменял фамилию, получается, пять с половиной лет назад, я взял себе фамилию бабушки, которая меня вырастила, потому что я отца вообще видел там пять раз в жизни, а, ну, там, может, десять, окей. С мамой тоже сложные отношения, и я решил, когда мне наступило тридцать, взять фамилию, и некоторые люди как будто бы специально, это вот, это вот типа, ой, привет, и фамилия старая, или там кидают мне скриншот там, что типа не переименовали меня. И я говорю, слушай, ну, мне неприятно, можешь ты это сделать? Я специально, как бы, это же проявление уважения к человеку, я специально отказываюсь от этой фамилии для того, чтобы нести что-то доброе, светлое, в светлую память о моем настоящем родителе. Вот, и я тоже с этим столкнулся, и единственное, что я надеюсь, конечно, что у Милана, просто у нее супер, у нее в прямом смысле слова стальные яйца, ну, все-таки в переносном, давайте, да, с остальными не получится завести биологических детей, хотя это абсолютно не важно, конечно. В общем, я надеюсь, что у нее хватает силы воли все это как-то выносить, особенно, когда ты Милана, телеграмм у тебя по-прежнему там называется Петров, в общем, желаю просто ребятам, ну, относиться к чужим, к чужой жизни как-то, ну, как-то трепетнее, блядь, я не знаю, ну, просто как-то трепетнее, ну, почему вот часто, да, знаете, вот эта вот история, вот я сейчас, может, пример будет немножко не совсем в тему, но вот история про войну, да, когда я уезжал из Украины, мои родственники не поддержали меня, они мне сказали, что я, мол, там, продажная проститутка, там, мне все равно, где кто у меня там, где что, чего, в общем, со всеми вытекающими вот отсюда словами, и когда зашла речь о мобилизации, все встало на свои места, сразу все начали прятать там своих детей, уезжать, менять место жительства, и почему, почему нам, вот, да, сложно, почему мы не можем просто перед тем, как что-то пиздануть, посмотреть на человека и подумать, а вот если бы я сейчас был этим человеком, мне было бы приятно это услышать. Я, конечно, понимаю, что многие из нас выросли в токсичной атмосфере, где, как бы, вот это вот взаимообменивание, кидание говном, оно, как бы, типа, уже вошло в какую-то привычку, от которой невозможно отказаться, но пока вы не сможете посмотреть на мир глазами других людей, новые люди к вам не придут. Конечно, наверное, это будет непросто, наверное, с кем-то придется навсегда перестать общаться, и я вам могу точно сказать, что это к лучшему, и это требует какой-то работы, но это, если это нужно вам, вы всегда сможете найти близких людей, близкую компанию, близкие отношения с новыми людьми, у которых будут такие же цели, и тогда вы сможете вместе. Вот то, что я сейчас создаю на своем канале, я хочу, чтобы были такие люди, для которых уважение, позитив, добро – самое-самое важное. И только за вами стоит выбор, как принимать эту точку зрения или нет. Просто тимбер-женская анкета, я там указан как женщина, и такого как бы спроса на себя после этого. Я никогда не видел. У меня это старое имя. Это все гетеросексуальные мужчины, да. А какой вот тебе нравится? Вот я хотел бы этот момент тоже прокомментировать, не просто так. Я сказал о том, что вот хочется посмотреть первый выпуск подробнее, потому что очень много разных деталей, не просто каких-то ситуаций, а деталей, о которых хочется поговорить. В частности, это внимание гетеросексуальных мужчин, будем пока говорить гетеросексуальных, хотя по мне это бисексуальность, безусловно, если не гомосексуальность, в принципе, к женщинам с членом. Во-первых, так как я мало вообще был в этой теме, никогда не сталкивался и не интересовался, однажды я встретил парня, у которого друг, это было в Москве, друг, подруга, друг, друга, я не помню, кто там приходился этому парню, этот человек. В общем, это был эскорт, вот как раз-таки трансгендерная женщина. И он мне рассказал о том, что, говорит, у нее, говорит, просто записная книжка, в смысле телефон не умолкает. То есть, говорит, она там уже типа себе и квартиру построила, и машину купила уже просто, типа что, типа все мужчины, которые закомплексованные, которые не могут сами себе признаться в том, что они на самом деле гомосексуалисты, они себе выбирают женщину с членом. И для меня это было такое шокирующее открытие, я клянусь, я никогда об этом не знал. И поэтому, когда я увидел этот фрагмент о том, что в Тиндере действительно много Милану лайкают мужчины и проявляют к ней интерес, не было в этом ни доли сомнения. Вот хотел вам рассказать такой интересный факт, я думаю, что немногие об этом слышали и знают. Ваш мужчин. Ну ты мне не дашься, Никит. Да я-то знаю, что я уникальный вообще в своей основе. Как вообще вот на Бали вот получается вот живется? Здесь охуенно. Никита прикольный, кстати. Здесь классная комьюнити, во-первых, помимо там погоды, природы и так далее, тут круглого 30 градусов, никакого колхоза нет, быдло. В конце меня, Никита. Извините, какой есть? Я сейчас. Ну давай просто не затуши, блядь. Я бы, кстати, такую штуку еще бы выпил, мне вообще понравилось. Я тут по поводу, у меня тоже тут моя славянская есть, это вот эта быдловатость. И я, кстати говоря, на днях ходил с парнем на свидание, он постоянно бычки выкидывает из окна. То есть он курит. И я вообще в принципе здесь, это, наверное, был первый парень, с которым я здесь встретился в Америке, который курил. И траву, в смысле не траву, не траву, а сигареты. Траву здесь все курят, но и видите, все живы, пока вот Америка не развалилась. Я честно скажу, я не фанат, я... Ну это другая тема, короче. Суть в том, что и вот этот парень из Ирана он был, и он постоянно выкидывал... Я здесь такого не вижу, я не вижу здесь срача на улицах, я только там в местах скоплений бездомных, там они не очень сильно чтобы убираются, хотя они там живут и рядом с этим срачем. Я не знаю, почему так происходит. Короче, я тут тоже периодически в какие-то моментики покуриваю на заднем дворе. Не знаю, знает об этом Гарри или нет. Пару раз, когда я... Я как-то пытался это сделать так, чтобы никто меня не увидел, но иногда, конечно же, мой план проваливался, и я так выходил обратно в дом, и тут бац, спускается со второго этажа Гарри. Он живет на втором этаже, и такой, типа, доброй ночи, и обнимает меня. Я думаю, ну, блядь, ну стопудово же он чувствует, что я покурил. Но ни разу у нас такого разговора с ним не было. И я тоже там тушу бычки на заднем дворе, там потом это все так немножечко прикрыл... Там, типа, тормошу землю, чтобы, типа, не было видно, что там были эти окурки. Короче, поэтому, Никита, понимаю, придет, придет-то с возрастом. Сказал, как вообще, как старичок. Бог, кухня. Готовим. Честно говоря, я нихуя здесь ни разу не готовил. А хотел бы, если готовить. Да, можно. Вы вообще все? Вы вообще все? Кстати, в Америке есть тоже люди, которые любят готовить, которые нет. Вот, например, у нас на кухне она просто для вида. Гарри покупает, все время ездит просто в... Либо Эрюан покупает там себе готовые уже, вот, типа, приготовленные обеды и ужины. Либо редко делает доставку, в основном ездит в рестораны. Как же они называются? Джуста. Грей-вайт. Короче, неважно. Суть в том, что... И я тоже не пользуюсь, потому что я с утра ем кашу и на обед делаю себе салат. Единственное, что я там креветки в кастрюльке там довожу до... Да, я кушаю только вот ЗОЖ. И поэтому, потому что после 25... Сорян, если, ребята, смотрите меня после 25, и в том числе Олег. Тело уже не такое. То есть до 25 лет ты как бы можешь, типа, чисто пробежаться до автобуса, и у тебя уже кубики прессы и все остальное. После 25 лет я был вообще очень доска. Потом как начал набирать КГ, меняется метаболизм, и постоянно нужно заниматься спортом и следить за питанием. Это отдельная тема, блядь. У меня тоже есть на эту тему видео, я, видите, не остановить. Так, что тут дальше? Так что мы тоже не готовим. В смысле, плитой не пользуемся. Как проводите свой простой день? Вот вы проснулись. Слушай, ну, кажется, Олег со мной немножко, знаешь, расслабился. Потому что он прилетел сюда ко мне, он набрал 4 кг. Он же постоянно ходил в зал, там занимался. Он спортсмен, типа, миша-маваша. Он борец, да. А слух еще к тому же? Ну, нормально. Если люди в отношениях начинают набирать килограммы, то вообще это хороший знак. Потому что это значит, что ты никуда не собираешься от него уходить. Это, конечно, не очень хорошо, наверное, да. Типа, ну, как бы вы же знаете эту историю, когда вместе начинаете набирать килограммы в отношениях. Это все-таки знак про то, что вы, типа, никуда не собираетесь друг от друга уходить. Да, обычно ты себя стараешься поддерживать в таком хорошей физической форме, когда ты все равно еще какие-то, там, да, феромоны вокруг себя разбрызгиваешь и хочешь кого-то еще, там, совратить или это тебе нужно по карьере. Например, мне нужно постоянно быть в тонусе для того, чтобы в кадре я хочу играть... У меня есть мечта, я хочу сыграть Найтвинга в кино. Найтвинг это... Если вы смотрели сериал Harley Quinn, который сейчас мультсериал на HBO вышел, Найтвинг это бывший Робин, который вырос. И он, вот такой вот он, красавец парень, и он стал отдельным персонажем. У него своя серия комиксов, у него свои подходы в борьбе с преступностью, то есть он там, типа, Бэтмен и Робин это уже не те... Уже не те, кстати, если кто-то не знал, то у Бэтмена было 5, по-моему, Робинов. И потом ничего не говорите, да? Что он там... Что у них там были за отношения, а? Короче, я смотрю, у нас тут 6 минут прошло шоу. Я вообще такое волшебное слышать. Так, ну что, за ссылки, там, реальтик... А я уже 38 минут записал. Я думаю, что если мы не успеем посмотреть все, я сделаю либо вторую часть на первый обзор, либо будем смотреть, как это будет. Потому что, видите, уже зарядочка у меня телефона... Компьютера садится. Сколько здесь? 20%. Оп. Быстро разряжается макбук. Объяснять, для чего вам нужно смотреть это реальтик, потому что вы его и так, сука, посмотрите. За мной следят сотни тысяч людей, потому что я охуенная. Я постоянно влебываюсь своими бабками. Я живу, как хочу, мне завидуют миллионы. В моем взятии тысячи пожеланий смерти ежедневно, потому что я живу свою жизнь так, как я хочу. Хотелось мне поговорить об этом моменте все-таки, по поводу «я живу так, как я хочу», потому что... Я, правда, я этим горжусь просто. Мне всегда было страшно, типа, а что будет, если... А что будет, если я скажу, вот, например, как я в прошлом выпуске рассказал о своих прошлых отношениях, о каком-то сексе, о подготовке к анальному сексу, об изменах, вот это вот все. И ты думаешь, блядь, а кто потом с тобой будет вообще? Какой нормальный мужчина захочет с тобой познакомиться? А потом ты понимаешь, ты рассказал этому мужчине про себя, то, что ты на самом деле чувствуешь, чем ты на самом деле являешься, не пытаешься красоваться вот эти вот первых два месяца, когда мы все пытаемся красоваться, а ты рассказал человеку, если мой будущий парень посмотрел мои видео и понял, что меня устраивает, что мне нравится, что мне не нравится, он примет меня, а то, что еще сотни других людей, я вот раньше думал, как вот публичные люди находят в себе отношения, ведь они рассказывают про себя то, что никакой другой мужчина не хотел бы, чтобы знали о его девушке или мужчине. Но я сейчас понимаю, что это полная херня. Во-первых, какой бы ни была селебрити, если ты встречаешься с селебрити, любой все равно парень будет тебе завидовать. Я не знаю, я вообще против этого слова, но я имею в виду то, что если он будет осуждать, то, что вот, посмотри, с какой шалавой он встречается, то, скорее всего, ему такой же шалавы не хватает где-то у себя в постели. Поэтому, так или иначе, я не очень отношусь, конечно, позитивно к вот этому постоянному водовороту говна, который вокруг тебя крутится, потому что это все-таки энергия твоя, да, потому что те люди, вот то, что ты говоришь, те вокруг люди тебя и собираются, да. Ну вот даже сейчас я посмотрел по... Милан репостнула меня, и я увидел какие-то там классные, добрые, светлые, прикольные, в общем, в целом веселые комментарии, и что люди вокруг Милана собираются классно, а всякие вот хейтеры, они всегда будут появляться, что бы ты, какой бы ты уже девой Марии не был, все равно найдется человек, который будет считать, что ты проститутка, эскортница и все, что угодно. Поэтому, наверное, в любом случае, да, для того, чтобы создавать информационные поводы, для того, чтобы привлекать себе внимание, для того, чтобы продолжать зарабатывать, да, на инфобизнесе, нужно, конечно же, создавать эти информационные поводы. И, наверное, это в том числе и та тема, по которой я начал снимать эти видео. Другое дело, что реалити-шоу – это все равно все в каком-то смысле рода какая-то постановка, да, ну, как бы, там же абсолютно есть очевидно постановочные какие-то моменты. Тем не менее, ты понимаешь, что когда речь идет об образе, а реалити-шоу – это одно дело. А вот, например, когда я, я веду свой блог не как в образе, а просто как я, и рассказывая о своей жизни, это накладывает очень сильную на тебя моральную такую ответственность. И страшновато, честно скажу, страшновато. Но я вот сейчас начал проходить курс по медитации, как он называется, выход из зоны комфорта. И там сегодня была такая цитата, давайте вот почитаем в моем телеграмчике, в телеграм-канале моем. Вот. Чем дальше ты способен уйти от себя и своих привычек, тем большего ты сможешь достичь. Все самое интересное в мире лежит за пределами твоего личного комфорта. Это, кстати, Бенедикта Камбербэтча. Цитаты я обычно их не пишу, но не пишу авторов, потому что обычно в интернете перевираю 10 раз эти авторства. Но здесь это была цитата из авторитетного источника, поэтому я ее указал. И абсолютно согласен, вот это видео, сегодня я более уверенный с вами, мне кажется, это заметно, более открытый, более спокойный, более такой живой и еще более искренний. Поэтому я стараюсь выходить, и я думаю, что как все, что происходит сейчас в моей жизни, я прошу прощения, все мои решения, которые я принимаю, они приводят меня к правильным и нужным для меня результатам. Погнали. Так, тут видите, у меня осталось 12%, зарядка садится очень быстро, поэтому я сейчас остановлю это видео и сделаю вторую часть. Как вы на это смотрите? Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вторая часть обзора будет на следующий день. У нас пока есть время, да, до выхода четвертого эпизода будет вам что посмотреть, что пообсуждать. Я рад, что вы приходите ко мне на канал, что вы смотрите. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вас зовут, откуда вы, какой у вас гендер, какой у вас пронанс. Будем вместе с вами решать проблемочки, которые у нас возникают в сексе, в отношениях, в жизни, и будем делать из них не проблемы, а будем делать из них задачи для решения. Всех обнял, завтра продолжение. Лайки, лайки, подписки, вот это вся фигня, вот это. Где тут стоп? Пока-пока, вселенная.